Всем привет! Компания Рест Проперти приветствует вас в солнечной Турции. Сегодня мы в наше выходное отправляемся в увлекательное путешествие в город Анамур, который находится примерно в 100 километрах от города Алания. И вот такой пейзаж у нас открывается по дороге в этот город. К сожалению, всю эту красоту, которая находится позади меня, действительно очень сложно передать через камеру. Но виды здесь действительно потрясающие. Неимоверная голубая лазурная гладь Средиземного моря, ярко-зеленые сосны, горы и восхитительный воздух. Часть дороги от Газипаши до Анамура – это 50 километров крутых серпантинов с восхитительными горными пейзажами. Правда, ехать по такой дороге совсем не сложно. Качество покрытия на высоте. Добраться сюда из Алании можно на автобусе или на машине. Вот, собственно, мы и въезжаем в сам город Анамур. Сразу у въезда в город нас встречает вот такая вот огромная четырехминаретная мечеть. Ну а сейчас посмотрим, что же у нас здесь есть интересного. Анамур – самый южный город в Турции. Первое упоминание о нем относится к 9 веку до нашей эры. Несмотря на то, что город считается курортным, здесь нет массового туризма. Население Анамура всего 65 тысяч человек. Центр города Анамур располагается достаточно далеко от моря, ближе к горам. Это центральная улица, и здесь нет практически ничего интересного, кроме пару кафе и магазинов. Все самое интересное располагается возле моря, куда мы сейчас и поедем. В Анамуре песчаные пляжи, а на прибрежной полосе располагаются кафе, отели и небольшие парки. Несмотря на то, что Анамур считается курортным городом, здесь не найдешь крупных торговых центров, каких-то ресторанов, дискотек. В основном по всей набережной располагаются вот такие небольшие уютные кафешки, где в основном приходит попить чай-код или чего-то перекусить. Но мы и не за этим сюда приехали. И сейчас мы как раз отправимся посмотреть главную достопримечательность этой местности. Это крепость, которая находится прямо на берегу моря и была построена еще в третьем веке до нашей эры. Прямо возле крепости располагается вот такой канал, где можно увидеть просто огромное количество морских черепах. Крепость располагается прямо возле моря. Здесь сегодня очень сильный ветер. Если честно, то у меня возникли ассоциации с известным всем портом Бояр. Наверное, вы смотрели по телевизору эту телеигру. К сожалению, крепость сейчас находится на реставрации. Внутри у нас попасть, внутрь у нас попасть не получится, но даже отсюда уже видно, насколько она величественная. Она была построена в третьем веке до нашей эры римлянами, потом несколько раз была разрушена, снова восстанавливалась и в конце концов вот в таком виде сохранилась до наших дней. Крепость Мамуры-Колеси располагается всего в шести километрах от самого Анамура. Первоначально она служила римлянам защитой от пиратов, а в 13 веке турки-сельджуки значительно расширили и укрепили крепость. Ее название Мамуры переводится как «процветающая». Мы, как заядлые путешественники, заходим через черный вход. Мне кажется, что сейчас я нахожусь на высоте как минимум пятиэтажного дома, и вот эти вот арки, они служили наблюдательным пунктом за тем, что происходит на море. Потрясающий вид отсюда открывается. Сегодня крепость Мамуры – одна из наиболее хорошо сохранившихся античных достопримечательностей в Турции. Сейчас ее активно реставрируют, но поскольку мы приехали сюда в воскресенье, работы были приостановлены, и мы вдоволь смогли нагуляться по крепостным стенам и башням. Мамуры-Колеси по праву можно назвать величественной, и даже ради ее посещения стоит поехать в Анамур.